Друзья, всем привет! В одном из прошлых роликов я менял разъём зарядки на планшете Samsung Galaxy Tab 2 GT P3100. И это был ещё не конец его истории, так как планшет довольно старый и работает под операционной системой Android версии 4.2.2. И в это время это значит, что ни YouTube, ни другие сервисы Google на нём работать не будут. Даже если YouTube открыть в браузере, то он не загружается. Устарел планшет, вот и все дела. Но дать вторую жизнь ему можно, установив на него кастомную прошивку с версией Android 7.1.2, чем я сегодня и займусь. Погнали! Для прошивки планшета нужны такие файлы. Папка с программой Odin версия 3.14, файл Espresso Common TVRP Recovery, файл прошивки Lineage 14.1, файл OpenGaps 7.1 и USB драйвер. Также понадобится USB кабель для подключения планшета к компьютеру и карта памяти microSD на 2 либо 4 гигабайта. Первое, что нужно сделать, это перекинуть на карту памяти файлы прошивки и файл OpenGaps. После чего отключаем планшет и вставляем карту. На компьютере устанавливаем Samsung USB драйвер, если он не установлен, и запускаем программу для прошивки Odin версия 3.14. Справа в окне программы нажимаем кнопку Up и выбираем файл Espresso Common TVRP Recovery, нажимаем открыть. Обязательно идем во вкладку Options и снимаем галочку с Auto Reboot, чтобы устройство после прошивки автоматически не перезагружалось. Следующим шагом переводим планшет в режим загрузки. Для этого удерживаем кнопку уменьшения громкости и кнопку включения. Подтверждаем переход кнопкой громкости вверх. Вы успешно перешли в режим загрузки. Подключаем кабель в USB порт компьютера и в разъем на планшете. В окошке ID.com должен определиться компорт, к которому подключен планшет. Если не определяется, то проверьте USB кабель, разъем на планшете, либо драйвера. Если же компорт определился, то нажимаем кнопку Start. Для начала прошивки кастомного рекавери. Зеленый квадрат паз означает успешное выполнение операции. Отключаем USB кабель от планшета. Зажимаем кнопку громкости вверх и кнопку включения. Планшет перезагрузится. При появлении надписи Samsung кнопку включения отпускаем, а кнопку громкости вверх удерживаем дальше до появления кастомного рекавери. Меню рекавери успешно запустилось. Делаем свайп для перехода к функциям. Переходим в меню Vibe, далее Advanced Vibe и ставим все галочки, кроме microSD и USB OTG. И делаем свайп to Vibe. После окончания процесса возвращаемся в главное меню. Идем во вкладку Install, Select Storage. Выбираем microSD карту. Жмем ОК и видим три файла на карте памяти, которые мы перебрасывали с компьютера. Сперва выбираем файл Lineage1945. Далее жмем Add More Zips и выбираем второй файл Lineage User Bug. Далее также нажимаем Add More Zips и выбираем файл Open Gaps. И далее делаем свайп to confirm flash для начала установки трёх выбранных файлов в той последовательности, в которой мы их выбирали. Процесс установки прошивки занимает примерно 10 минут. После того, как всё успешно установилось, нажимаем Reboot System и Do Not Install. После чего планшет перезагрузится и спустя минут 10 загрузит систему. Такое долгое включение только лишь один раз после установки прошивки. Далее будет загружаться быстро. Система загрузилась и требует настройки. Жмём Next. Выбираем язык. Далее. Пропустить. Настроить как новое устройство. Не подключаться к интернету. И далее всё пропускаем. И вот и всё. Планшет успешно загрузился после прошивки. Если мы перейдём в информацию о планшете, то видим, что версия Android изменилась с версии 4.2.2 на 7.1.2. Отлично. Проверим, а как поживают сервисы Google. Для этого мы и прошивали-то планшет. Для этого подключаюсь к Wi-Fi. И запускаю Play Market. Ввожу данные от Google аккаунта. И ждём окончания проверки. Кстати, на данном этапе уже началось скачивание обновления Google Play. Нажимаем «Принять». После чего Play Market успешно запустился. Но сейчас идёт процесс загрузки новой версии Google Play. Ждём, когда переустановится. Play Market обновился и успешно запустился. В поиске вводим YouTube. Находим его и нажимаем «Установить». Приложение установилось. Нажимаем «Открыть». Сперва запаяю паяльником пины крепления разъёма. По два с каждой стороны. Также и с обратной стороны платы всё пропаиваю для надёжности. Немного с тормозами, но YouTube работает. И можно без проблем просматривать видеоролики. Как для такого старого планшета, я думаю, это просто замечательно. Звук и все функции на планшете работают. И это не может не радовать. При попытке загрузки пишет, что загрузочное устройство не обнаружено. Чтобы это исправить, нужно изменить настройки загрузки в BIOS. Но так как там установлен пароль, то и сделать мы этого не можем. Перепрошивка планшета на кастомную прошивку прошла успешно. Ссылку на файлы для прошивки я оставлю в описании. Ну а вы, друзья, не пожалейте лайка под этим роликом и оценки в комментариях. Также не забудьте подписаться на канал, если вы ещё не подписаны. Всем спасибо за просмотр. Всем я желаю удачи и мирного неба. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok